Владимир Зеленский, услуги народа Украины все теперь всерьез, Тагуардиан, Великобритания Шон Уокер, Тагуардиан, Великобритания 23 апреля 2019 года После кампании, изобиловавшей трюками, розыгрышами и вирусными видеороликами, для Владимира Зеленского дело приобретает серьезный характер В воскресенье на президентских выборах на Украине убедительную победу одержал 41-летний актер и комик В понедельник к середине дня, когда были посчитаны почти все бюллетени, он набрал 73,2% голосов по сравнению с 24,5% голосов, отданных задействующего президента Петра Порошенко Зеленский вступит в должность после инаугурации в начале июня Став президентом, он столкнется с таким же количеством проблем, как и вымышленный украинский президент, которого он сыграл в телевизионной комедии «Слуга народа» Но на этот раз, без команды сценаристов, следивших за тем, чтобы в конце он оказался победителем В воскресенье почти сразу же после закрытия избирательных участков Порошенко признал свое поражение, заявив, что будет уважать волю украинского народа Но позже он сделал предупреждение, в котором подчеркнул свою предвыборную идею Победа Зеленского была победой президента России Владимира Путина Отношения с Россией будут вызывать серьезную озабоченность у международного сообщества Последние пять лет Россия оказывает помощь сепаратистскому движению на востоке страны и финансирует его, что привело к войне, в ходе которой погибло более 13 тысяч человек В 2014 году Россия аннексировала украинский полуостров Крым Западные дипломаты призвали команду Зеленского не совершать стратегические ошибки, вступая в переговоры непосредственно с сепаратистами Они предупреждают, что такие переговоры станут признанием обоснованности заявлений России о том, что это внутренний конфликт Зеленский заявил, что одной из его первоочередных задач будет освобождение 24-х моряков, арестованных России в прошлом году при прохождении их судов через Керченский пролив вблизи Крыма Которые в настоящее время томятся в российских тюрьмах Но, несмотря на весь этот переполох, пока никто не знает, окажется ли Зеленский более сговорчивым собеседником для Кремля, чем Порошенко Хотя Зеленский в какой-то степени откажется от националистической риторики Порошенко, его склонность к импровизации может настораживать Кремль, который, по крайней мере, считал, что хорошо знает Порошенко и чего от него ожидать Свидетельством этого стали некоторые из первых фраз Зеленского, прозвучавших в воскресенье вечером Я могу сказать как гражданин Украины Всем постсоветским странам, посмотрите на нас, все возможно, сказал он, произнеся слова, которые могли бы найти отклик у многих россиян, следивших за хаотичной, но яркой президентской кампанией на Украине задавались вопросом Как могли бы выглядеть аналогичные конкурентные выборы в России? Поздравляю Украину и украинцев! С честными выборами, редкой штукой на территории бывшего СССР, написал в Твиттере российский политик-оппозиционер Алексей Навальный Зеленский популярен в России, говорит народный депутат Украины Алексей Рябчин Представьте, что он заходит в Инстаграм и начинает отправлять сообщения простым россиянам на русском языке Он мог бы говорить прямо, а Россия к этому не готова Отдельно следует добавить, что пока реакция Кремля была сдержанной Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать Зеленский столкнется с серьезными проблемами внутри страны Его победе в значительной мере способствовало повсеместное недовольство правлением Порошенко, и он получил большинство голосов во всех областях Украины, кроме одной Одной из причин этого было то, что он сообщал так мало подробностей, что его кандидатура была словно чистой лист бумаги, на котором люди могли записать свои надежды и чаяния Теперь он почти наверняка разочарует некоторых из тех, кто за него голосовал Кроме того, до парламентских выборов, намеченных на октябрь, ему придется работать с потенциально враждебным парламентом Команда Зеленского пообещала, что начнется новая эпоха, в которой коррупция будет недопустима, а политические и деловые интересы не смогут оказывать влияние на судебную систему Нужно разорвать связь между администрацией президента, судами и прокурорами, сказал член команды Зеленского Руслан Стефанчук Но Порошенко, вступая в должность, тоже давал подобные обещания, но выполнить их не смог Более того, многих настораживают связи Зеленского со скандальным олигархом Игорем Коломойским, который сейчас живет в изгнании Зеленский отрицает, что является марионеткой Коломойского, но он имеет многочисленные связи с олигархом, и многие опасаются, что новый президент будет обязан своему покровителю Другие украинские олигархи раздражены и лавируют, заявляя, что выступают за реформы системы, но обеспокоены тем, что в результате победы Зеленского один из их соперников может занять доминирующие положения Систему необходимо реформировать, но речь идет о том, будет ли это проходить по-настоящему, честно и независимо Если это будет выглядеть как захват земли, то это вызовет сильное противодействие, сказал источник со связями в украинском деловом сообществе В воскресенье вечером Зеленский отвечал на звонки мировых лидеров, включая президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона В понедельник Зеленского поздравила с победой канцлер Германии Ангела Меркель Буду рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине и желаю вам удачи и успехов в выполнении стоящих перед вами задач Написала Меркель Зеленскому в Телеграме, опубликованной на сайте правительства Германии Это напомнило сцену из телесериала «Слуга народа», в которой Меркель звонит вымышленному президенту Голобородка, в исполнении Зеленского И сообщает ему о решении принять его страну в Евросоюз Но потом выясняется, что она по ошибке приняла его за президента Черногории В сериале «Слуга народа», который шел на протяжении трех сезонов Наверняка, можно будет найти много похожего и непохожего на реальное президентство Зеленского В ходе президентской кампании грани между вымыслом и реальностью почти не чувствовалось Но в воскресенье вечером это ощущение усилилось, когда Зеленский пробирался на сцену, чтобы объявить о победе под музыку из сериала Ряд дипломатов, работающих в Киеве, смотрят сериал, чтобы найти в нем факты, подсказывающие, как может действовать Зеленский, управляя страной Думаю, что он хороший парень и хороший актер, но никто не знает, каким он будет политиком Я даже не уверен, что он сам это знает, сказал Рябчин Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Материалы на СМИ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова